Привет, мужики! Здорово! Дорогие друзья, хочу представить вам замечательных парней Гвозди Шоу. Длинные кости и недоразвитый мозг. Это мои коллеги по цеху, они снимают смешные скетчи и ролики на злобу дня. Что было бы, если бы люди говорили правду? Я скину 20-ку. А на ремонт сколько у него идет? Тысяч 60, наверное. А так несправедливо получается? Мудакеш тебя нах**ует. Ну, правильно? Ну. Вы наверняка видели скетчи этих парней, но не знали, кто они. Так вот, знайте, это Гвозди Шоу. Подписывайтесь. Здравствуйте! И начать бы я хотел, конечно, с следующего события. Оно для меня значимое, потому что до меня, наконец-то, дошла кнопка. Но если говорить о количестве подписчиков, у меня уже должно быть таких три. Я ее специально не вскрывал для того, чтобы сделать это при вас. Сколько она намучилась. Судя по упаковке, она, конечно, повидала. Ну вот. Почему она такая подуставшая, я не знаю. Такое ощущение, что она б.у. Вот так выглядит упаковка. Почему она вся мятая, битая? А кто это здесь? Я не могу сказать. Но как есть. Вот. Я не вскрывал ее. Думаешь, все дело в почте? Уже не важно. В общем, открываем. Письмо. От YouTube. Вы достигли 100 тысяч подписчиков на вашем канале. Я достиг эти 100 тысяч еще в прошлом году. Подожди, сколько времени прошло? Уже больше года прошло, как я достиг 100 тысяч. У меня почти 300 тысяч подписчиков на данный момент. А мне вот пришло письмо, что я только что достиг 100 тысяч. Спасибо. Я знаю, что многие на YouTube всегда записывают видео об этом. Я делаю сейчас очень банальные вещи. Вот так вот она выглядит. Для меня это все равно приятно. И наконец-то она у меня. Все, ты домашний. Хорошо, хоть вот внутри она не покоцная. Расскажу очень неприятную историю, которая, может быть, не всем на YouTube известна. Как это примерно выглядело? Завершаю монтаж. В 5 утра, как я это обычно делаю, беру свой телефон, пытаюсь зайти в Instagram и понимаю, что я в него зайти не могу. Меня запрашивает пароль. Хотя я из него не выходил. Ввожу свой пароль и... Ну как? Ну что это, блять? Ёб твою мать, блять. В общем, меня взломали. Первая мысль, которая меня посетила в этот момент... Сука! Это вот сейчас я могу спокойно об этом говорить. На самом деле было крайне неприятно. Я упал в осадок. Вполнейший. Я охуел, блять. Эта падла мне даже написала, да? На мою почту. Причем так вежливо еще. Хуй сотенок. Аккаунт у него. И нужно заплатить 40 тысяч, чтобы его вернуть. Просто пидора законченные, блять. Первые мысли, конечно, были примерно вот такие. Чтобы тебя хуй в лбу вырос, ну ёбок, блять. Вот и завел другой аккаунт. Уже забыл о том профиле, то есть у меня реально не было надежды. Но Тимур Тажибаев, очень хороший парень из Питера. Рад стараться. Дал мне контакты одного хорошего человека по имени Владимир Морозов. А Владимир, в свою очередь, специализируется как раз на таких проблемах. Он мне помог. Там очень было все сложно, очень все плохо. Но как-то у нас получилось это сделать, а мы вернули. Что хотелось бы добавить. Тот новый аккаунт, который я завел, очень много людей опубликовало у себя в стори, в ленте даже. За что им огромное спасибо. Я обратился, естественно, к некоторым людям, которых я знаю. К Кириллу Сарычу, Денису Гусеву. Они сразу же без всяких даже разбираться не стали. Сразу же опубликовали. Железный рейтинг, тоже самое, Василий Кузнецов. Сейчас вот все аккаунты. Вот здесь вот будут все, кто мне помог. Я надеюсь, никого не забыл. Теперь у меня два аккаунта. Вот этот новый, который сейчас у меня, ну как бы лайф. Это вот мой старый, восстановленный, благодаря Владимиру Морозову. Получилось вернуть аккаунт, но никнейм, к сожалению, не получилось вернуть. Поэтому он называется теперь Батя Рик. И слава богу, мы его вернули. Теперь, естественно, я спокойно. Но я не мог не сказать об этом. Почему я все это говорю? Ну, во-первых, я делюсь. Во-вторых, мне крайне не хочется, чтобы кого-то постигла такая же участь. Какой бы хреновый не был контент-мейкер, какой бы бесполезный он не был в Инстаграме, никто не имеет права отбирать аккаунты. Даже у Бузовой. Вот был бы у меня Инстаграм Бузовой, я бы не стал бы менять пароль. Спасибо, спасибо, спасибо. И пускай она поет эти мало половин. В общем, что? Если, ой, очень много говорил, сам себя заебал, все очень скучно и грустно. Не люблю этот формат, не люблю говорить от себя, поэтому стараюсь реже эти ролики делать. Не знаю, когда будет следующий. Наверное, следующий будет уже тогда, когда будет полмиллиона на моем канале. Сейчас несколько прикольных, смешных моментов с прошлых съемок, как обычно, по традиции. О, это с каким вкусом? О, да это с каким вкусом? О, да это с каким вкусом? О, да это с каким вкусом? Малый, пойдем номера, пойдем номера, я нашел ежика, но он меня не понимает, потому что он турецкий, а я не знаю турецкого языка. Интересная закономерность, кушай виноград, лазанью, салат и кебаб, а выходит один кебаб. Ну-ка убери нахуй, давай еще покажи в интернете как батя ссыкать. Подпишитесь на мой инстаграм и на второй мой инстаграм, а также на мой канал, на который может быть кто-то еще не подписан и на второй канал. Чем больше у меня подписчиков, тем больше будет интересных и классных необычных роликов на моем канале и тем быстрее я сниму что-нибудь по-настоящему крутое. счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok